Девушки отдыхают 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 И прямо в самом конце есть подземный переход. И в конце подземного перехода мы попадем на трамвайную станцию. Если у вас есть тяжелые сумки, можете вот так вот доехать на эскалаторе. Есть эскалаторы вниз и вверх. Насколько медленно едет вот эта вот дорожка. Кажется, что очень быстро, посмотрите. Как она идет, но очень медленно. А когда на ней стоишь, кажется, быстро, да? А ты уже все знаешь? Конечно, я вижу стрелочки. А, ну молодец. Вот туда. А вот туда, куда? Здесь он отсюда уезжает, оттуда приезжает. Вот такую карточку мы купили, чтобы воспользоваться трамваем. Одна поездка стоит 2,75, и эту карточку можно пополнять. Вот так вот выглядит трамвай здесь около автовобзала. Вот он, Анталийский трамвай. Едем в сторону аэропорта. А я без бурдов тоже здесь. Пойдемте. Сейчас едем в центре. Здесь раньше была дорога, а сейчас эту улицу закрыли для движения. Сделали пешеходной. И по ней теперь ездят только трамваи. Очень стало классно, конечно, здесь. И просторно. Наша гостиница находится вот там, вот в конце этой улицы. И здесь совсем недалеко до центра и до торгового центра Марк Анталии. То вы попадаете на одну из центральных пешеходных улиц, которая называется Шарамполь. Именно эта улица ведет к крепости, к старому городу, к набережной. В общем, ко всем достопримечательностям Анталии. Ну, а на этой улице очень большое количество ресторанов, магазинов, различных кафешек. Ну, в общем, всего-всего. И магазинов сетевых таких, как Катон, ЛСВ, Кики, Дефакто. И маленьких магазинчиков. И традиционных турецких магазинчиков. В общем, когда вы отдыхаете в Анталии или в Кемере, обязательно приходите на эту улицу. Здесь, я думаю, вам понравится, потому что здесь много всего интересного. Ну, и, конечно же, красиво. Посреди улицы есть вот такой вот большой фонтан. Здесь можно сидеть, отдыхать. Конечно же, очень много разных магазинчиков. Ну, и, конечно же, когда вы приезжаете в Турцию, не забудьте попробовать вот такие вот вкусные семиты. Или вот такие вот булочки кругленькие с кунжутом. Или с начинкой, с картошкой. Есть различные бюреки. Но самое традиционное – это, конечно же, вот такой семя. А еще на Шарамполе, на вот этой центральной улице, есть музей современного искусства. Ну, точнее, здесь проходят различные выставки. И в этом музее проходили выставки Энди Ворхола, Сальвадора Дали. Также здесь была выставка Леонардо да Винчи. Сейчас проходит выставка турецких портретов из различных коллекций. Прямо на центральной улице. Находится этот музей, поэтому обязательно сюда тоже приходите. И улица Шарамполь заканчивается входом в крепость. Здесь много конных повозок, что мы совсем не одобряем. Лошади бедненькие стоят. Надо от этого всего, конечно, избавляться. А здесь начинается вход в старый город, через который мы сейчас и пойдем. Вот так вот выглядит отреставрированный традиционный турецкий дом. Здесь даже еще нет ни магазинчиков, ничего. Эта улица очень популярная. На этой улице расположено много баров, кальянных. И вечером здесь всегда очень много народу, особенно молодежи, которые слушают живую музыку. А вот эта вот машинка, машина похожа на гольф-машину, она возит людей бесплатно. Как на ней поехать, время работы, к сожалению, я не знаю. Но вот мы прочитали, что она возит людей бесплатно. Ты уже поехал? Так, Айхан уже собрался. Водителя нет, Айхан. Шофер-йог. Можно также купить свежий выжатый сок. Кстати, цены здесь такие нормальные, большой. Апельсиновый стоит 6 лир. Гранат большой 8 лир. Есть яблоко, арбуз. В общем, все, что хотите. И вот здесь вот такой настоящий фруктовый рай. Выбирайте, какой хотите фрукт и сок. И в центре Анталии здесь очень высокие пальмы. Вот такая вот красивая территория между трамвайными путями. А мы идем в один из наших любимых ресторанов. Айхан, кушать хочешь? Да. Что? Суп? Чорба? Нет? Фасоль. Фасоль. Рис. 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 Салат. Салат. Хлеб. Йогурт. Чожик. Чожик. Окей. Вот такая здесь красивенькая, уютная улица. Но здесь в центре очень много уютных улиц. Красивых. И наш ресторан находится на углу этого дома. Очень популярное место. Недорогая еда, свежая, вкусная. Сейчас посмотрим, насколько выросли цены и что они сегодня предлагают. Нам принесли наше блюдо. И вот такая вот большая тарелка стоит 6 лир. Я взяла себе куриный суп за 5 лир. Очень вкусный. И можно взять 7 или даже 8 различных блюд. И вот такая вот большая тарелка. Здесь у мамы всего 3 блюда. Стоит всего 6 лир. Вот так вот выглядит улица Шарамполи. Здесь стоит памятник уборщику улиц. Всем кажется, что это не престижная работа. А на самом деле именно уборщики улиц, друзья, делают наш город чище. Поэтому, пожалуйста, не бросайте мусор. Выбрасывайте все в мусорки. Чтобы людям меньше работы было. И чтобы город был всегда чистым и красивым. Например, как сейчас, где мы не видим ни одной даже маленькой бумажечки. А сейчас мы подошли к входу в старый город. К воротам Адриана. Вот так вот выглядит старый город Анталии Калеичи. Здесь изображено много различных достопримечательностей. Всего их 37. И хамамы, минореты. И какие-то традиционные дома. В общем, очень много всего. Но, конечно же, самый главный интересный пример для меня представляют именно вот эти вот ворота Адриана, которые были построены в 130 году до нашей эры. В честь того, что император Адриан приезжал в эти места. И в честь того, что он сюда приезжал, построили вот эти вот ворота. Представляете, 130 лет до нашей эры. Сколько им лет получается? 2130 лет? 2148 лет вот этим вот воротам. А также здесь сохранилась традиционная... Нетрадиционная, как она называется? Камни того времени, по которым ездили по водке. Вот здесь было сюда одно колесо, сюда второе колесо. И по вот этим вот камням ездили на лошадях. Очень, конечно, красивые эти ворота. Очень красивое сооружение, которое сохранилось, представляете, до наших дней. Как я прочитала в интернете, старый город содержит в себе постройки различных периодов, начиная от римского и заканчивая османским периодом. Поэтому какой дом, когда построен, я вам сказать не могу. Построены они все в разные времена. Ну и, конечно же, очень хорошо отреставрированы. Здесь есть магазинчики, какие-то традиционные рестораны, различные турагентства. Здесь есть отели. Очень классные отели расположены в старом городе. И вот так вот красиво отреставрированы вот эти вот все традиционные дома. Примерно нам разрешили зайти в один из отелей. Вот этот дом был построен 350 лет назад. Он, конечно же, очень хорошо отреставрирован. И был построен для Паши, который проживал здесь. Вот такое здесь лобби в отеле. И на второй этаж ведет вот такая вот красивая лесенка. А здесь, наверное, есть внутренний дворик. Да, вот здесь вот расположены комнаты. И у этого отеля даже есть бассейн. Представляете? Давайте спустимся вниз. Посмотрим, как же дом выглядит с другой стороны. Вот такой вот здесь бассейн. Глубина 1,80 метра. И приезжая в Анталию, вы можете остановиться в одном из таких бассейнов. Мам, как тебе домик? В одном из таких бассейнов? Ой. Остановиться в одном из таких бассейнов. Ну, я заговариваюсь. Вот здесь есть ко. Конечно же, вот здесь есть ко. Комнаты. Пошли посмотрим, как комната выглядит. Можно посмотреть, как выглядит комната. Комнаты, конечно же, небольшие. Но когда вы сюда приезжаете, вам могут открыть вот эти вот окна. Но вряд ли, потому что они выходят на улицу. Ну, в общем, традиционный турецкий дом с современными удобствами. Каждый уголок в крепости Антальи. Представляете себе, что-то интересное. И вот буквально заворачиваешь за угол, а здесь вот такой вот интересный магазин, где продают традиционные турецкие килимы. И, кстати, вот в этих килимах каждая черточка, каждый треугольничек что-то обозначает. Там, например, птицы, воздух, небо, землю. Они являются оберегами. Ну, а сейчас их уже производят для туристов. А раньше они были оберегами разных семей. Наверное, они здесь тоже живут, да? И наволочки на подушке. Если хотите приобрести что-то оригинальное. Куча разных, прям тонны этих наволочек декоративных. В старом городе Аланье очень много вот таких вот красивых улочек. И кафе с различными таким вот интересным оформлением. Ну, и, конечно же, очень много сувенирных лавок. О, здесь прям огромная сувенирная лавка. Ну, в общем, в любую дверь зайди и ждет вас вот такое вот все интересное. Можно купить турецкие традиционные вещи. Ну, конечно же, сувениры. Вы продавец? Пожалуйста, пять лир. Пять лир? А вот эта башня также является еще одной достопримечательностью Анталии. Называется она Хыдырлык Кулеси. И была построена в первом, ну, примерно во втором веке нашей эры. Вряд ли на нее можно подняться. Но эту башню я еще не обходила по кругу. Поэтому идем вместе с вашей. Там подняться не получится, она закрыта. Можно лишь только наблюдать панораму города Анталии. И сейчас вместе с вами мы отправимся на набережную, откуда мы поедем. В Кемер на морском автобусе. Набережная находится с той стороны. Отсюда открывается вот такой вот красивый вид на саму Анталию. Вот такой вот красивый старый город в Анталии, крепость. Здесь можно ходить, конечно же, часами. И все на видео мы вам снять не можем. Либо можно просто не выключать камеру. Поэтому, друзья, в этом видео мы с вами прощаемся. А в следующем видео вы увидите, как мы плывем в Кемер. И увидите непосредственно набережную Анталии. А на этот раз всем всего хорошего. Пока-пока.